Приветствую вас, Алёна, мне кажется, что вы к себе достаточно сильно строги, несмотря на то, что вроде бы многие вещи, понимаете, вроде бы, несмотря на то, что у вас жизнь до 22, я так понял. Лет, бывало, мягко говоря, не сахар, вот, вы не озлобились, вот, вы сохранились в себе возможность любить, сохранились в себе возможность искренности и возможность проявлять нежность, любовь, тепло, заботу и прочее, вот. Но, тем не менее, мне кажется, что вы к себе слишком строги, знаете, вот в рамках своего подхода, мне кажется, что вам не то, чтобы не обязательно прощать свою маму, вы, мне кажется, сможете простить идиота тогда, когда, ну, до этого дозреется. То есть, а может быть, никогда. То есть, я как-то вот больше, наверное, наверное, все-таки склоняюсь вот к такому моменту, что, ну, может быть, вы ее простите, может быть, нет. Понимаете, ведь боль, которая у вас есть, обида, презрение и все это, и все это, это ведь немножко не про прощение, это немножко про недостаток реагирования. То есть, вы очень долго от нее зависели, вы себя, соответственно, сдерживали, сдерживали в проявлениях своих к ней. И все вот это вот, то есть, вы сдерживали, все это накапливалось и сейчас вливается вот в такое вот презрение и так далее. Это при том, что вы ее любите, а при том, что вы сохранили чувство любви, мне кажется, за это я, ну, то есть, это вызывает лично меня, по крайней мере, восхищением. Вот, мне кажется, по крайней мере, вот, это вызывает лично восхищением. Вот, и, соответственно, соответственно, мне кажется, что вам надо бы, в первую очередь, избавиться от боли. Вот, который у вас есть. У вас есть, мне кажется, очень-очень много боли. И вот это очень большое количество боли, в первую очередь, вам нужно прожить. Вот, вероятно, не с самой, да, вероятно, с психологом, если, конечно, ну, если, конечно, вы хотите этого. Я, ну, не знаю, да, вы хотите этого или нет. Вот, но, как бы, дальше, после этого, после этого, мне кажется, вы уже сможете решить для себя, да, будете ли вы там, о своем про смыслове, просить своему, или нет, только когда уйдет ваша боли, только когда вам не будет так больно, как сейчас, а сейчас вам очень больно. Вот, ну, вспышка, вспышка гнева и так далее. Вот, и мне кажется, что именно вот такая последовательность, понимаете, какая штука. По-другому, как по-другому, я честно вам скажу, честно скажу, что как, как по-другому, я не знаю. По-другому, мне кажется, это позиция, позиция немножко деструктивная. Требует от себя повышать, чтобы простить свою маму, вот. Хотя у вас, ну, объективно есть основания к негативной отношению, к сожалению. Вот. Как-то, как-то, наверное, так, примерно. Как-то, наверное, ну, какой-то, наверное, такой ответ я могу вам дать сейчас с своей точки зрения и точки зрения психотерапии и своего подхода к, ну, к психотерапии и работе с клиентами. Вот. Не требуйте себя, пожалуйста, к какому-то прощению. Это, повторюсь, придет со временем. А может быть и не придет вовсе. Мы этого не знаем. Но вот развиваться, 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 исследовать себя, это то, что вы делать, в принципе, можете. И если у вас будет желание себя поисследовать, да, если у вас будет желание выплеснуть всю боль, которая у вас есть, а ее, очевидно, много, много. Ага. Вот. Тогда, может быть, у вас появится возможность своей мамы просить. Вот. Но, повторюсь, это ведь пожелание, да, то есть сейчас у вас к ней в другую очередь. Может быть, вам было бы легче, ну, я могу вставать на позицию прощения, например. Вам было бы легче, если бы вы не общались с ней, например, да, или если бы вы общались с ней, ну, исключительно, исключительно в рамках такой позиции, да, свободно. Вот. Понимаете, какая-то. Вот. И, кто знает, может быть, в таком случае вам было бы легче поэтому попрытие сейчас на контакт со своей мамой. И постарайтесь увидеть в этом контакте с мамой, в этом взаимодействии с ней, свободно ли я в этом взаимодействии с ней. Ну, вот. Проявляю ли я себя с ней так, как мне хочется, хочется, на самом деле хочется. Делаю ли я с ней вообще с ней во взаимодействии с ней то, что я хочу. Или я себя с ней, например. Или я себя сдерживаю, например. Я себя зажимаю и прочее, прочее, то ничего хорошего, ничего хорошего не будет. Ничего хорошего не получится, не получится. Потому что будет странно накапливаться какая-то вот, такая, я бы сказал, неприятная история, связанная именно вот с тем, что ваша мама как-то, как-то вас зажимает, как-то вас подавляет и прочее, 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 прочее. Такой ответ, я думаю, можно отдать. Вы вызываете восхищение, вы вызываете уважение, вы большая молодец, я надеюсь, у вас все будет жить нехорошо. Я надеюсь, что вы дадите отклик на мой ответ, это могло бы послужить для вас началом вашей работы над собой. Еще более лучшим началом работы над собой могло бы послужить работа с чувствами по отношению к маме. Ну и вот еще вы пишете, значит, так, сейчас, секундочку, у меня, так, как прослеживать и, кстати, вот, мотив какой, для чего вам ее прощать? Это, то есть, ну, очевидно, что у вас это идет не совсем от, ну, от сердца, да, очевидно, что это идет у вас не совсем искренне, вы хотите простить маму, вот, поэтому зачем, какую проблему вы хотите решить, свою проблему я имею ввиду, какую вы хотите решить с помощью прощения. Какая бы эта проблема не была, а вы ее не решите, потому что мама это мама, а вы это вы. Вот, еще один момент, еще один момент, еще один момент, момент. Это, отрицание всего того, что делает вашим. Я боюсь, что таким образом, через, через, ну, стремление не быть как ваша мама. Вот, я боюсь, что таким образом, вы, как раз таки можете стать, э-э, у своей мамы, потому что что-то в ее, ну, в ее поведении, в ее позиции, в ее подходе, да, что-то. А, является не таким, не таким уж, уж и плохим. И это, что-то вам нужно научиться принимать. Не отвергать, что-то потому что это мама, но только. Вот это тоже очень важный момент, на который вам нужно обратить, обратить свое внимание. И, который поможет, поможет вам встать на путь, э-э, не прощения, нам это, мне кажется, слишком, такое, знаете, громкое и пафосное слово. Но, какого-то сближения, потому что, объективно, есть вещи, которые, ну, простить вам, возможно, и неудачно. Просто потому, что вы человек другой, других ценностей, других вещей, и принять этого вы не сможете. В этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удальше. Спасибо. 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 Спасибо.